Поехали! Ведущий Эльзинской региональной линии КВН Наил Юсупов! Добрый вечер! Здравствуйте, дорогие гости, уважаемые наши любимые болельщики! Ну что ж, стало уже такой некой традицией, в канун празднования Нового года мы проводим финал Питерской лиги КВН. Вот эти шесть команд сегодня будут оспаривать право стать чемпионом, бороться за звание чемпиона нашей лиги. Но кроме них есть еще одна седьмая команда, которую я с удовольствием представляю. При вашей бурной поддержке, я думаю, они, может быть, даже скажут несколько слов, пока будут идти через сцену. Такая тоже у нас, кстати, традиция. В конце сезона мы приглашаем членов жюри через сцену. Итак, встречаем бизнес-консультант Сергей Красовский! Добрый вечер! Через несколько минут начнется последняя игра этого сезона. Надеюсь, что она добавит всем нам хорошего и новогоднего настроения. Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Главный специалист, эксперт управления внутренней политикой правительства Пенинской области, в прошлом участник команды ГВН «Валион Дассон» Владислав Кадобцев! Добрый вечер! Я думаю, что в таком шикарном зале просто не может быть плохого финала. Поэтому всем хорошего настроения! Вам с наступающим Новым годом! Спасибо, Влад! АПЛОДИСМЕНТЫ Поэтому я скажу кратко, желаю вам всем хорошего вечера, а командам искренне желаю сегодня нас всех удивить. Удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор авторских программ на Радиоэкспресс, капитан сборной Пугуас в прошлом. Пугуас – это строительный университет, если кто забыл уже. Первый капитан команды ГВН, вторая пара – Симонов Денис! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер всем всем собравшимся! Конечно же, с Новым годом, с наступающим, ну а командам, конечно же, хорошего настроения, хорошей игры и чтобы всем тем, кто сейчас находится в зале, было смешно. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! И мистер «Вселенная-2009» Алексей Нитисанов! Надо подкачаться, надо в голову отучаться! Бум! АПЛОДИСМЕНТЫ Всем добрый вечер, надеюсь, что сегодняшнее мероприятие задаст вектор хорошего настроения, которое продлится у вас все праздники и даже дальше. С праздником всех! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ ПОЛОДИСМЕНТЫ ПРАИТЬ Своё остроумие, прекрасные щуки продемонстрировалось. Желаю, чтобы, конечно, победил сильнейший. Ну, по этим вот, извините за заречь, что мы победили. АПЛОДИСМЕНТЫ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Итак, голландский солдат в боулинге. Семья Олимпиада в Сочи Кстати, Семья Олимпиада в Сочи прошла под девизом «Займи». Мы заняли первое место, заняли денег на Олимпиаду, после чего заняли Крым. Кстати, после населения Крыма в России, компания «Эймон» сделала новый слоган «Крем наш». А осенью что было? Ну, осенью очередные санкции к строительству Южного потока отменили, но мы верим, что у наших европейских товарищей зимой все будет хорошо. Пока на рецепчат! Привет! Ну, здравствуй, пинза! Здравствуй, финал! И вот он, вот конец нашего выступления. ПТУшники, вы че разорали что? А, сборная Макшана? А я подумаю, кто там возле входа «Канибль» прокалал. Че хотел? Да мы тут у вас, ребята, разобраться пришли. Ну, а мы будем разбираться, как умеем. Че вопрос? Просто я не пою. Че ведь Макшан не в финале, а вы в финале? Вы могли шутить совершенно по-другому, про руку, про футбол или же про волку. Вы могли шутить про российское кино, а шутили только про деревни. Итак, представьте, новенькая учительница в первый раз выходит на работу. Так, 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 так. Мира в села, указка в села, книжки в села. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, голая учительница! Мы в финале играем, о-о-о, о победе мечтаем, о-о-о, Алексей Нитязанов помещал, построен как пять. Алексей, что вы можете по этому поводу сказать? А? Ой, все. Да как же так? Ой, все. Но мы же смешные. Ой, все. Ну, все. То есть, как она, Иго? Ну, и ладно. Сегодня зритель супер внимательный, а юсубок прям привлекательный. Все в зале важные, у всех билет. Может, по-моему, поют, а может, нет. Мы любим зал, и он на сроке, а вот на салбаска. На пути в крови мы зарешаемся от тебя. Это не сам уже, встречай, друзья! Перед вами креативный, адекватный, ритмичный, гипнотизирующий ансамбль, сокращенно коряга. Победители вокального конкурса «Полная Тамала». Чемпионы Олимпиады среди мордовских бухгалтеров «Крысы Исы». Победительницы конкурса красоты в цыганском поселке «Сами и Сусами». Чемпионы Поволжья на лучшую библиотекаршу под названием «Мисс Фс». Команда КВН не замужем. Добрый день, дорогие друзья и те, кто просто пришел посмотреть на новенький киноконцертный зал. Команда КВН не замужем. Поехали! Девочки, так только ордуха может выиграть. В финале еще и шутить надо. В связи с тяжелым экономическим положением в стране Наш прогноз на 2015 год Затянем бой снова На завтрак банка мой На ужин санкеков Пару ложек и дур Это год пенинг и овечки Тихо попробуешь не гречки Все гидят куриные сердечки Так, стоп! Это год по трошку Стоп! Год по трошку Помогите, помогите Ау, ау! Ау! За кулисами какой-то пацан На кроссовках мой белый Вставной в бывших зале Меня узнали и мне не идет Истеричка Забрался на игру цариста Подпевай Советский прием Отвечай Забрались до финальной игры Сегодня точно победить должны Привет, Пензо! А все когда-то бывает в первый раз. Итак, давайте представим, первого зареченца отправляют за забор. Товарищи, сегодня первый человек отправится в Пензо. Ура! Наконец-то! Мы уже выпускали в сторону Пензо двух собак, белку-2 и стрелку-2, но они не вернулись. Видимо, их там кормят. Ну что, пора. Слушайте, вы почему не скажете, что туда автобусы поездят? Тут и прикинь, как Пензенцы паршют, когда дебил вот в таком вот наряде, к ним пешком из Заречного придет. Человек на корпоративе, легко можно определить его профессию. Экстрасенс. Хотя два часа назад он был обычным экономистом. Уборщица о прошлом, который никто не знает. Уборщица о прошлом, который никто не знает. Футболист. Человек, который 16 лет не был на корпоративах, но до сих пор танцует самый популярный танец. Ну и, наконец, начальник. Кто не хлопает, попадает под сокращение первым. Молодец! Когда молодая семья впервые исправляет Новый год вместе, могут возникнуть обстоятельства, с которыми в обычной жизни они никогда бы не столкнулись. Театр юного зрителя города Заречного представляет новую, новогоднюю басню «Ирония судьбы или расклад семьи». Ну вот, осталось часов пять. Сегодня скромная поляна. Пока работаю лишь я, нет денег лишних у меня. Но где же, милая моя? Пора бы за стол уже садиться. Ранную ты дома? Вот и я. Я вот подарков накупила. Боюсь представить, рядом с нами техносила. Ты что творишь? Ты что, уже забыла? Ведь я откладывал, миску откопил, чтобы купить тебе стиральную машину. Я, только родным и близким. Здесь мамам, папам, бабе Галле, сестре Евчиту, подружке Вале, для дяди Генн и тети Марины, Вале, Саши, Лене, Зине. Ко мне по дому и лифтеру, со свадьбы нашей двум шоферам, тебе с работы всем коллегам, соседу снизу, сверху, слева. Олегу, Валентину, Грише, из Граши, для дяди Миши, водителю грузовика. Он пропустил меня вчера. И чтоб вообще наверняка взяла еще подарка два. Взоришь на мне столько людей. Кому еще два? Для зверей. Так, Алексей, возьми себя ты в руки. Решила никого не выделять, купила всем по ноутбуку. А что подаришь мужу? Главный подарок — термокружка. Откуда дейки на ноутбук? Ты что, случайно нашла в ад? Или я тот нефтяной магнат? Или отец у меня суперкрутой? Стоять. А где же паспорт мой? Алешка, нас теперь четыре. Ты, я и наши два кредита. Конец у Васни вот такой. Алешка в Новый год с новой женой. Коронавирус, это ближе к новому. Мы господи. О-о-о-о-о! Камер! О-о-о! Суперзал! Е-е-е! На улице города сейчас никого нет. Мы ведь раскупили сюда все билеты. О-о-о! В честь лучших команд, но будет один чемпион. Да! Мы долго мечтали и к этому шли. Своё мы сегодня возьмём. БГУ – это наш финал. Если возьмём чемпионство, то девушек точно найдём. БГУ – это наш финал. Наш победный настрой не сбить никому. Встречай, как извиня, парни. Очень халатно относятся к своим обязанствам и совершенно не заботятся о своём будущем. И, наверное, у каждого из нас есть вот такой вот друг. Блин, завтра диплом сдавать целый год готовился. Мне кажется, я не сдам. Да хо-ро-ро-ше! Чё хоро-ше? Пять лет на платном отучился. Да хо-ро-ше! Я ты завтра не сдам, вся жизнь под откос. Да ты угораешься, всё! Теперь я понимаю, почему ты завтра в армию, Макс. Да хо-ро-ше! А когда мы не знаем дорогу в чужом городе, нам на помощь почему-то всегда приходит именно вот такой вот персонаж. Молодой человек, не подскажешься, как до больницы пройти? Чё-то я ничего не понял. Я говорю, мне тоже в больницу надо, понимаешь? А, а то больница пройти. Ну что ж, а теперь давайте представим. В кабинете Наиля Наримановича Юсупова за несколько дней до игры. Наиль Нариманович, может в этом году билеты подешевле сделаем? Да хо-ро-ше! Просто полный зал, возможно, не соберётся. Да ты угораешься, я выехал, если ты завтра не шоешься.